Коллективный иммунитет нужно сформировать к началу осени. Такую задачу поставил губернатор Дмитрий Азаров во время оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса. В Роспотребнадзоре рассказали о наметившихся позитивных тенденциях. Так, показатель заболеваемости в регионе снижается несколько дней, и сейчас он ниже, чем по стране. Темп прироста заболеваемости за неделю в расчете на 100 тысяч населения в сравнении с некоторыми регионами Приволжского федерального округа также меньше. У большинства возрастных групп наблюдается снижение числа заболевших. При этом не стоит забывать и о том, что внимание населения к своему здоровью выше, чем до пандемии. И при первых признаках заболевания люди стали чаще обращаться к врачам. Я помню, мы где-то в этот период фиксировали тогда, что у нас раз в 10 выше был показатель, чем год 19. Поэтому думаю, что сейчас где-то раза в 3-4 у нас, тем не менее, показатели выше, чем среднегодовые. Давайте тоже посмотрим, уточним коллеги. Ясно, что мы более предметно, детально подходим к постановке диагноза. Всех обследуем, в том числе с привлечением тяжелого оборудования. И точность диагноза несравнимо выше, чем 2 года назад. Несравнимо. Вот, наверное, как раз там в 5 раз и выше. Что, конечно, приводит к тому, что выявляемый случай. Тем не менее, это требует постоянного анализа. Как сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Сергей Вдовенко, продолжается перевод медучреждений в штатный режим. Однако свободный коечный фонд остается на уровне более 20%. Дмитрий Азаров отметил, что нужно и впредь держать резерв на уровне не менее 10-15%. На оперштабе пришли к выводу, текущие темпы прививочной кампании недостаточны. На сегодняшний день прививку сделали более 427 тысяч человек. Чтобы к началу осени, когда начнется эпицезон, сформировался коллективный иммунитет, нужно привить 60% населения. Как показывает прошлогодний опыт вакцинации от гриппа, такой процент привитых гарантирует защиту. В 2021 году в регионе не выявлено ни одного случая гриппа. Таким образом, с учетом, в том числе, привитого населения области, мы берем привитые населения порядка 10,5% численности области, плюс переполевшие 2%. Таким образом, получается, порядка 12,5% имеют определенный иммунный статус к данной инфекции, а значительная часть населения области остается незащищенной от инфекции. Поэтому мы не видим возможности смягчать в настоящее время ограничений, поскольку не можем говорить о управляемости. Не все муниципалитеты пока справляются с задачей по вакцинации от коронавируса. Дмитрий Осаров еще раз напомнил – это зона ответственности местных властей. Главы городов и районов должны быть глубоко погружены в тему, а не отрабатывать ее формально. Необходимо продолжать разъяснительную работу, убеждать людей в необходимости вакцинации.